Вячеслав Викторович, в эти декабрьские дни исполнилось ровно 30 лет беловежскому преступлению. Это событие обернулось трагедией для народов Союза Советских Социалистических Республик. Ведущие политики, эксперты, журналисты не прошли мимо этой даты. Более того, они не смогли игнорировать общенародную оценку тех событий, как преступления и как трагедии. А вот господа либералы встретили 30-летие разрушения СССР с каким-то своеобразным оживлением. Совершая явную гнусность, Николай Сванидзе предложил приступить к сносу памятников Ленину по всей стране. Звучали вновь и все остальные идеи, при помощи которых крушили Советский Союз. Напомню, что именно эти идеи провоцировали Ошскую резню, возбуждали конфликт между Азербайджаном и Арменией, сделали возможной попытку Тбилиси провести военную зачистку в Абхазии и Южной Осетии, создали ситуацию противостояния между Молдавией и Приднестровьем. Эти раны кровоточат до сих пор. И наши противники в своей игре на мировой шахматной доске имеют широкие возможности для манипуляций. В итоге, например, мы имеем в Молдавии президентом антироссийски настроенную госпожу Санду, а в Приднестровье имеем власть, которая репрессирует сторонников дружбы с Россией. Уже несколько лет томится в тюрьме лидер приднестровских коммунистов Олег Харжан. На минувшей неделе после длительной голодовки он госпитализирован и контакта с ним сейчас нет. Все это следствие государственной измены 30-летней давности. А ее фундаментом стало продвижение в общество самых разрушительных идей. Кстати, российские телеканалы отметили 30-летие Беловежья своеобразной интерпретацией новейшей истории. В ней будто не было референдума о сохранении Союза, не было дефолта и правительства Маслюкова-Примакова, не было Ельцинского запрета КПСС и острых предвыборных баталий, не было Зюганова вместе с КПРФ, Харитонова с агропромышленной депутатской группой, не было Совета Федерации во главе с Мироновым, как будто не было Жириновского. Коллеги, так не годится. Странно, если, возмущаясь фальсификациями истории на Западе, мы станем устилать почву для искажения собственной истории, даже той ее части, которую мы с вами хорошо помним. На днях президенту России пришлось давать отповедь господину Сокурову. По какому-то недоразумению этот гражданин считается правозащитником и даже присутствует в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека. При этом он призывает брать и отделять от России целые территории и народы. По какому праву? Все народы нашей страны вместе участвуют в ее экономической, политической и культурной жизни. У них общая конституция. Они вместе голосуют на выборах президента и Государственной думы. В России вирус, кризис и масса других проблем. А стране предлагают делить ее народы и воевать с памятниками Ленину. Что же им все так не имется? Ленин создал первое в мире государство социальной справедливости. Они недовольны. Ленин предложил проект успешной модернизации страны. Им это неинтересно. Ленин обеспечил небывалые права для рабочих и крестьян. Им на это наплевать. Ленин встал у истоков индустриального рывка сталинских пятилеток. А им это не важно. Великая победа в мае 1945-го. Освоение космоса. Ракетно-ядерный щит. Все это прямо основано на фундаменте ленинско-сталинской модернизации. Но сначала, сначала ленин и большевики оказались способны спасти и воссоздать рассыпавшуюся Россию. Страну пересобрали. Пересобрали на новых основаниях. Самых перспективных. А им это не нравится. Им все это претит. Да и в самом деле, как будет нравиться воссоздание страны 100 лет назад тем, кто 30 лет назад крушил эту страну своими собственными руками. Они и сейчас, с надрывом в голосе, зовут к тому же. Свою антинациональную позицию они обрекают в незатейливую формулу. А давайте всех отпустим. Гнусные призывы Сокорова и Сванидзе еще раз убеждают в правоте того, о чем Зюганов сказал уже давно. Между декоммунизацией и русофобией стоит жирный знак равенства. Призыв уничтожить памятники Ленину – это привок не только в мои, например, личные убеждения. Это определенно антинациональная позиция, а нация вправе себя защищать. Есть вирусы, которые готовы убивать людей, а есть вирусы, способные убивать, уничтожать целые народы. И народы вправе защищаться. От Сокоровых и Сванидзе в том числе. Такие господа патологически не способны предложить стране повестку созидания. Им интересна совсем иная роль в обществе, роль минеров-подрывников. Они минируют и взрывают, минируют и взрывают. А когда им дают по рукам и взрывать не позволяют, они продолжают минировать. И здесь мне бы очень хотелось в этом моменте сказать, что коллаборационисты в России давно скрылись в глухом подполье и не вылазят оттуда. Но, увы, не так. Им позволено заседать даже в президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека. Так что у этих господ масса возможностей до закладки мин в нашем обществе. Конечно, можно прищурить глаза и зажать нос. Можно сказать, что гнойные филиппики Сванидзе – это не проблема всей Государственной Думы. Что, может быть, это проблема одной или двух фракций. Но только так уже было. Пока одни крушили СССР, другие делали вид, что ничего не замечают. И так мы потеряли великую страну. Нет, коллеги, это проблема не одной или двух фракций. Это плевок в лицо миллионам людей. Это выражение ненависти к их помыслам, идеям, ценностям, идеалам, убеждениям. Да, эти люди – сторонники социализма, но разве это преступление? Разве это противозаконно? Разве это не демократично? Разве это антиконституционно? Разве это не право миллионов граждан? А разве не за права человека и свободы граждан должен ратовать господин Сванидзе? Разве как демократ он не должен ратовать за мое личное право высказывать свои убеждения? А иначе где здесь правозащита? Но что делает этот самый Сванит за член президентского совета по правам человека? А он берет и откровенно возбуждает ненависть и вражду в обществе. Он берет правозащитник и унижает человеческое достоинство. И вот ведь штука. Что-то я не слышал, чтобы этой проблемой всерьез озаботилась наша прокуратура. А почему? Ей что, так некогда? Чем тогда она занята? Чем она так занята, что не пресекает стопроцентную антигосударственную деятельность? Ей некогда? Может быть, она в этот самый момент спасает коллектив подмосковного совхоза имени Ленина от рейдерской атаки, которая, возможно, в таких масштабах только под прикрытием очень влиятельных лиц? Может быть, прямо сейчас, в середине декабря 2021 года прокуратура защитила от разгрома предприятие «Айвери Интерьер» и не где-то на окраине России, а здесь, в Москве, предприятие с его женским коллективом, а его руководитель Костецкая доведена до прединфарктного состояния? Может быть, прокуратура не досвонится, потому что она озаботилась, наконец, прекращением преследования Владимира Бессонова в недавнем прошлом нашего с вами коллеги по депутатской деятельности? Хотелось бы, чтобы все это было так, но, увы. Но если прокуратура, институт государства, государственные власти, то в государстве кто-то должен задавать тон. А центральное звено законодательной власти, например, в данный момент, это мы с вами. Вчера Вячеслав Викторович справедливо призывал к конструктивному парламентскому диалогу. Так давайте его вести. Давайте его вести, начиная с предметных, конкретных ответов на вопросы, заданные Зюгановым Геннадием Андреевичем, от имени фракции, от имени партии, от имени миллионов наших избирателей. К тому же, кому, как не самой крупной фракции, подавать пример. Вообще-то Единая Россия, по сути дела, контролирует еще и правительство, а не только парламент. Следовательно, есть возможность давать пример и уважительного парламентского диалога, и помогать решать конкретные проблемы. Так давайте, дайте нам достойный ответ и по Грудинину, и по совхозу имени Ленина, и по репрессиям в отношении Бессонова, Удальцова, Платочкина. Этот ряд фамилий, к сожалению, можно продолжать долго. Но надо же отвечать на эти вопросы, надо же наводить порядок, в конце концов. Дайте ответ сами. Мы обращались здесь, в парламентские трибуны, к парламентскому большинству. Помогите добиться внятного, предметного, конструктивного ответа от прокуратуры, и тогда мы сможем говорить и о корректном, уважительном парламентском диалоге. Давайте его вести, давайте добиваться, чтобы он, этот парламентский диалог, был результативным. Ну, а что касается господина Сванидзе, то его призывы к сносу памятника Ленину – это прямой призыв к поруганию советского наследия. Явным образом он действует как провокатор, пытающийся взорвать наше общество. Его действия открыто, откровенно, прямо, цинично сеют рознь и вражду, унижают человеческое достоинство, зовут кощунству, подталкивают к фальсификациям нашей истории. Я не знаю, я не знаю, способен ли господин Сванидзе задуматься, я не знаю, способен ли он извиниться за свои действия, за свои деяния, за свои призывы к насилию, углумлению, надругательству. Я всего этого не знаю. Но я думаю, что в стране еще есть правоохранительная система, а правоохранительным органам пора бы дать юридическую оценку, юридическую правовую квалификацию действиям подобных господ. Во всяком случае, я не помню, не припоминая, чтобы здесь, в зале пленарных заседаний Государственной Думы, мы рассматривали и голосовали за отмену действия, например, статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Субтитры создавал DimaTorzok